Вас приветствует чудесный огород. И я продолжаю освещать тему о таком овоще как капуста. Мы с вами говорили и о белокочанной, и о цветной капусте, и пекинской. А сегодня я хочу остановить ваше внимание на брюссельской капусте. К сожалению, капусту брюссельскую не так часто можно увидеть на садовых участках, как, к примеру, белокочанную или цветную капусту. Но она к себе заслуживает особого внимания. В ней очень много витаминов, микроэлементов, микроминералов. Она прекрасна, прекрасный овощ такой вот при заболевании гипертонии, сахарного диабета. А самый важный фактор брюссельской капусты, что здесь находится много антиоксидантов, которые борются с раковыми клетками. Вот капуста это очень ценная. В ней в 2-3 раза больше витаминов, чем в другой любой капусте. Брюссельская капуста, я вот из своего наблюдения хочу сказать, что она не очень прихотливый овощ. Ее я дома не сею на рассаду, высеваю сразу в парничок, мини-парничок на даче под укрывную или под клеенку, под нетканный материал. И так она вот растет у меня до фазы 4 листочков. Я ее вот пикирую уже в фазе 4 листочков грядки. Грядки я готовлю заранее. Вношу туда перегной и золу на 10 литров перегной и 1 литр золы. И высаживаю пекинскую, извините, брюссельскую капусту в шахматном порядке. Ей нужно очень много места. Расстояние между кустиками я делаю 60 сантиметров. Растет брюссельская капуста очень долго. У нее очень длинный вегетативный срок. Поэтому для того, чтобы место не пустовало, можно между нее посадить свеклу. Они прекрасно соседствуют друг с другом. И вы сразу убьете двух зайцев. И брюссельскую вырастите капусту, и свеклу. Еще вот один такой момент по выращиванию брюссельской капусты. Она не переносит очень жару. Так же, как и пекинская и цветная капуста. Поэтому выберите ей где-нибудь место. Может быть, это вот в тени какого-то кустарника или где-то вот в полутени очень хорошо будет она себя там чувствовать. От жары у нее плохо завязываются качанчики. Ну вот, можно сказать, создайте ей кружевную тень. Полив умеренный она любит. Рыхление, подкормку. На первой фазе, значит, после, когда я высажу, после четыре, когда будет уже четыре листика у капусты, где-то после десяти дней, когда уже капусточка немножечко так придет в себя, можно ее также высадить и под обрезанные бутылки из-под воды. И ложка не будет ее есть, и потому что у нее те же самые вредители, что у цветной и у остальных капуст. Вот она будет себя прекрасно под бутылками чувствовать. И где-то после десяти дней, после уже пикировки, когда я высажу на место, я подкормлю азотным удобрением. Ну, подкормку можно делать три-четыре раза за сезон. Это тоже будет хорошо. Первый раз подкармливаем азотным удобрением, то есть коровиком, а потом можно уже подкармливать настоем из трав, как называют сейчас, чай из трав. Или же можно подкормить минеральным удобрением, который вот сбалансированный уже комплекс. При посадке в луночку я буду добавлять горсть золы, потому что вот капусточка брюссельская, она тоже не очень любит кислые почвы, любит среднещелочные почвы. Вот это будет и удобрение, там и магний, и калий будет. И вот прекрасно для капусты. Вот такой еще один момент, когда ваша капуста дорастет примерно, да, где-то это будет, она долго будет завязывать маленькие качанчики. Может быть, вы наблюдаете, может быть, это в начале августа или ближе к середине августа, когда вот качанчики завяжутся с горошинку, чуть больше, надломите ей макушку, для того, чтобы все питательные вещества шли не в рост капусты, а шли на завязывание качанов. Она тогда перестанет расти и будет завязывать качанчики. Нижние листья, которые будут у вас желтеть, их тоже можно деликатно удалять. Капусте это не повредит. Брюссельская капуста сама по себе очень морозостойкий такой. Овощ до минус двух она прекрасно выдерживает в открытом грунте себя. Ну вот, чтобы сам ствол у нее длинный, чтобы он не заваливался, желательно вот ее время от времени так подкучивать. Если вы хотите посадить вот совмещенные посадки со свеклой, то так оставляйте для подкучивания немножечко места, чтобы ее можно было окучить. Вот именно стволик, чтобы он не заваливался. Ну, урожай пекинской капусты в зависимости от сорта я не покупаю позднюю, потому что в наших регионах севера уже в сентябре месяце может и до минус десяти, ой, простите, до минус двух быть. Вот заморозки могут быть такие. Я не покупаю поздние сорта. Вот эту пекинскую капусту уже снимаю я где-то в конце сентября. Она может иногда и до ноября стоять, если морозов нет, на кусту хранится. Я больше ее использую для заморозки. Мне нравится вот в зимнее употребление эта капусточка. И еще есть такой вот один момент, что пекинскую капусту, вот если сварить из нее бульон, сварить бульон из пекинской, ой, извините, из брюссельской капусты, то бульон по своим ценностям не уступает куриному бульону. Вот по ценностям как не жиров, а как микроэлементов и минералов. Вот поэтому я так думаю, что она достойная овощ на наших садовых участках. Нужно ее взять на заметочку и посадить. На сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал, что вы пишете комментарии. Спасибо вам, что вы не оставляете мое видео без внимания. Желаю вам всего хорошего, светлых дней. До встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok